Друзья, всем привет! Новое видео с Минского автоконфиската. Посмотрим сегодня новые поступления. Друзья, совсем недавно ехал по трассе и словил камень в лобовое стекло. Результат трещина по всему лобовому стеклу стал подыскивать СТО. Критерии были достаточно простые. Главное, чтобы сделали работу качественно и с гарантией. В итоге обратился в Альфа-сервис, где мне благополучно поменяли лобовое стекло. Главное, что гарантия у них 2 года. Хочу порекомендовать вам Альфа-сервис по ремонту и замене автостекол. Большой ассортимент стекол в наличии. Гарантия на стекла и работу 2 года. При подписке на их Инстаграм или Фейсбук или ВК ремонт стекол от сколов бесплатно. Всем моим подписчикам бесплатный сертификат на нанесение покрытия антидождь. Всем клиентам Альфа-сервиса после ремонта подарки от стеклоомывателя до кукол ручной работы. Работают со всеми страховыми компаниями. Рекомендую. Все ссылочки на ребят под видео в описании и в закрепленном комментарии. Ну и погнали смотреть видео, друзья. Первый автомобиль, который посмотрим сегодня, друзья, это Hyundai Accent 1.4 бензин. 15 768 рублей. Совсем недавно он появился. Давайте посмотрим внешний вид. По резине резина еще на самом деле слабовата и она летняя. По салону, друзья, конечно, сейчас у нас погода не очень. Можно видеть пятиступенчатая механическая коробка передач, салон ткань. Ну, внутри он комплектный, выглядит совсем даже неплохо. Ну, ребят, внешний вид у автомобиля достаточно неплохой. Ну, в принципе, 2015 год. И в целом, совсем даже неплохо выглядит. И никаких особо нюансов тут по нему, чтобы где-то какие-то коцки, царапины, трещины. Стекла, оптика. Все вроде как без видимых повреждений. Ребят, смотрите, Toyota RAV4, каратыш. Трехдверка появилась. К сожалению, нету пока ценника. Ну, совсем-совсем недавно появилась. На литых дисках резина. Ну, резина еще более-менее нормальная. По салону, друзья, можно видеть механическая коробка передач, салон ткань, внутрикомплектная. Ну, я думаю, какого она? Года, наверное, 2005, судя по всему, плюс-минусу. Но визуально состояние неплохое. Есть, конечно, вот такие вот нюансики. Здесь вот с царапиной. Бампер, может быть, не совсем на месте стоит. Но в целом, визуально совсем даже неплохо смотрится. Давайте я вам с такого вот ракурса покажу. То есть, в принципе, интересный на самом деле автомобиль. Но на любителя. Тоже совсем недавно появился. Это Hyundai Santa Fe второго поколения 2012 года. 2,2 дизель в белом цвете. И стоимость 26 028 рублей. Ну, ребят, это стоимость стартовая. Через интернет-аукцион. А появился он 4-го, 12-го месяца. То есть, 4-го числа этого месяца. Ну, автомобиль достаточно грязный. То есть, на оригинальных литых дисках. Ребят, кто-то у меня в комментариях спрашивал. Я говорю про оригинальные диски. Оригинальные, не оригинальные. Как я разбираюсь? Ребят, ну, если есть шильдик, например, марки автомобиля, то я предполагаю, что это все-таки оригинальные диски. По салону. Можно видеть кожаный салон на автоматической коробке передачи. Кстати, для его лет. 2012 год. Это, получается, 7 лет автомобилю. 8 почти. Салон, в принципе, в достаточно неплохом состоянии. Визуально, по крайней мере. Задние стекла притонированы. Ну, по нюансам, ребят. Трещина на заднем бампере. То есть, вроде мелочь, но, тем не менее, такое вот здесь присутствует. Где-то кошка, где-то царапина. Ну, и в целом, автомобиль выглядит относительно неплохо. То есть, понятно, есть следы эксплуатации. Какие-то сколы, какие-то мелочи. Но, в целом, оптика без видимых повреждений, как и сами стекла и лакокрасочное покрытие тоже, в основном, в неплохом состоянии. Mercedes BMW, это, кстати, я уже показывал. Она в прошлом месяце, 14-го числа, появилась. 14-го, 11-го. BMW X5. Трехлитровый дизель. Почти новый автомобиль, 2018-го года. И просят за него, конечно, немаленькие деньги. 111 343 белорусских рубля. Ребят, тоже мне по этому BMW вроде писали, что вроде как он где-то был конфискован у иностранца. И тот человек подал его то ли в розыск, то ли что. То есть, ну, не знаю, какие тут нюансы по нему. Ну, на учет его, наверное, можно будет поставить. Но если действительно он где-то в розыске, в международном, то, наверное, в Европе, если вы на нем поедете, то могут быть проблемы. Кожаный салон, автоматическая коробка передач, ребят, на самом деле, по состоянию, состояние очень-очень даже неплохое. То есть, наверное, приближенное к новому. Ну, практически. Ребята, специально подошел. Долгое время не было цены на вот этот вот прицеп. Вот он. Ну, ребята, здесь прицеп тракторный. Год не установлен и в качестве запасных частей. То есть, без права постановки на учет. Ну, может быть, где-то в каком-то колхозе можно будет на нем что-то возить. Но если гаишник, как говорится, вас остановит, то могут и забрать. Потому что на учет его поставить нельзя. Цена 639 рублей. Ну, грубо говоря, 300 долларов. И это, насколько я понимаю, не аукцион, а сразу можно прийти и купить его за, грубо говоря, 300 долларов. Друзья. 308-й Peugeot 2008 года, 1.6 бензин, 1008 белорусских рублей. В черном цвете. Кстати, если он в техническом плане в нормальном состоянии, то ценник нормальный. Потому что, в принципе, они, грубо говоря, от 5 тысяч. От 5 до 7 начинаются. Ну, грубо говоря, его на цена от 5 до 7 тысяч долларов. В зависимости от состояния. Можно видеть салон ткани, автоматическая коробка передач. Давайте немножко его посмотрим по кругу. Резина, кстати, зимняя. Они в неплохом еще состоянии. Крещина на заднем бампере. Ну, в принципе, что можно сказать. Если он заводится и едет, и в техническом плане все нормально, то цена, ну, адекватная на самом деле. То есть, по объявлениям они так и идут. Грубо говоря, там от 5 тысяч начинаются ценники. Ну, за более-менее живой экземпляр. Понятно, что можно какой-то ушаток купить и дешевле. Мы, кстати, недавно моей сестре покупали 308 Peugeot. Видео будет на канале скоро. А именно оно уже было, а будет именно вторая часть. За 4500 мы взяли 2009 года в сером таком цвете. За 4500 долларов. Но там были по нему нюансы. Поэтому, ребята, если здесь с ходовкой все в порядке, то, в принципе, адекватные деньги. Также много есть. Ну, не много, но, наверное, спиток машин 5, наверное, будет. Которые стоят на приемке, но, к сожалению, еще не оценены. Таврия. Таврия с повреждениями. Фара, бампер, крыло. Ну, видно, что его уже красили. Где-то чуть ли не кисточкой. 2005 года Таврия. 1,1 бензин. 1404 рубля. 700 долларов. Ну, скажу чисто от себя, ребят, мое мнение. Я бы за 700 долларов Таврию не брал бы. Но, мне кажется, я понимаю, что это очень маленькая сумма. Ну, если так, для машины будем рассматривать. Ну, кожаный салон, ребят. Ну, сумма для автомобиля это небольшая, 700 долларов в целом. Ну, все-таки, мне кажется, что долларов за 700-800 можно купить какой-то Ридван получше. Ну, вот я вам пример даже приведу. Племяннику моему мы подбирали машину. Кто хочет, может поискать. Есть видео по подбору авто. Где мы моему племяннику за 880 долларов. Рено Миган 97 года купили. Седан, на котором уже проехали 20 тысяч километров и без поломок. Друзья, и вот эти вот автомобили, не сказать, что это новые поступления. Это не новые поступления. Но, опять же, повторюсь, они стояли долгое время там, поэтому можно тоже их посмотреть. Это УАЗик. УАЗ 469, 75-го года выпуска. А, ну, ребята, и продается он. Это не аукцион. Можно сразу прийти, купить его за 927 рублей. 450 долларов, грубо говоря. Но в качестве запасных частей. То есть, опять же, данный автомобиль на учет вы поставить не сможете. Без права постановки на учет. То есть, он списан как транспортное средство. Ну, а так, в принципе, на мой взгляд, если бы не был списан как транспортное средство, то еще может быть. Потому что визуально для УАЗика, для какого-то автомобиля, для оффроуда, для пересеченной местности, то, что надо. Брезентовым верхом. Ну, кстати, брезент еще, этот тент, достаточно в нормальном состоянии. Так же, буханка рядом стоит. УАЗ. Ну, буханочка, ребят. Боже. Год выпуска не установлен. Да, в неразборном виде. То есть, это тоже машинокомплект. Без права постановки на учет. И ценник 2571 рубль. То есть, получается 1250, грубо говоря, долларов. Ну, на мой взгляд, наверное, если с учетом, что ее нельзя поставить на учет, и это только как на запчасти пойдет, то, опять же, ребята, дороговато. Это сугубо мое мнение. Ну, а так вот, по состоянию, вот такое вот состояние кузова, весь он поцарапанный, где-то какие-то ветки. Ну, и видно, что его красили. Тут все возможные подтеки. Красили его где-то кисточкой. Ну, в любом случае, на нем уже, я думаю, не ездить. А чисто как запчасти. Но, опять же, очень дорого. Есть еще УАЗик. может быть за 450 долларов. Ну, еще спорная такая ситуация. Если он там заводится, и все у него работает, то может быть. То буханка точно дорого. Ребят, постоянно хожу мимо вот этой вот буханки. Ну, такое, получается, типа небольшого грузовичка. Давайте вам бегло покажу. То есть, двухместный. Вот с такой вот платформой. Резина. Ну, резина еще относительно более-менее нормальная у него. Ребят, ценник интересный. Ну, для меня, по крайней мере, становится уже 648 рублей. То есть, если еще его переоценят, если рублей 450 он станет, то, наверное, точно его куплю для какого-нибудь проекта оффроутного. Сделаем какой-нибудь автомобиль подготовленный. Ну, по сути, он и так уже подготовленный. Но, может быть, вполне возможно, если его еще пару раз переоценят, то я задумаюсь серьезно приобрести данный автомобиль. Ну, и давайте вам еще покажу вот такой вот рефрижератор. Тоже недавно он появился. Это Scania P380, 2008 год, 10,6. Дизель литра 64767 рублей. То есть, это рефрижератор. Ну, что бросается в глаза, ребята? Здесь какие-то небольшие притертости. Не, ну, в целом, в целом выглядят, кстати, неплохо. Если вот глобально смотреть, то визуально состояние неплохое. Неплохая резина. Ну, да, резина вообще такое ощущение, как новая. Платформа. Задние фонари. Передняя оптика вроде бы целая, без видимых повреждений. То есть, состояние, внешний вид совсем даже неплохой. Ну, вот, ребят. Ford Esport Universal, 1994 года, 1,8 бензин, 442 белорусских рубля. То есть, чуть больше 200 долларов на отличной, ну, достаточно неплохой зимней резине, как спереди, так и сзади. Имеется люк. Велюровый салон, механическая коробка передач. То есть, ребят, автомобиль чуть больше 200 долларов. Ну, и на мой взгляд, несмотря, понятно, что есть тут коррозия присутствует, но за 200 с небольшим долларов, если она заводится и как-то едет, то ценник интересный. То есть, просили меня показать именно автомобили, которые, на мой взгляд, еще более-менее, но в минимальном ценовом сегменте, самые дешевые. Следующий, Ford Sierra. Ребят, все, конечно, мы не будем смотреть, но выборочно какую-то часть автомобилей в таком сегменте я покажу. Ford Sierra, 92-й год, 1,8 дизель, 324 рубля. Грубо говоря, 150 долларов, чуть дороже стартовая цена через интернет-аукцион. Опять же, если двигатель хоть немного дадут, по факту на металлолом сдать, и получится почти эти же деньги. Ну, опять же, если она заводная, можно ее завести, то очень-очень интересный вариант. Велюровый салон, механическая коробка передач, это седан. Понятное дело, что здесь по кузову большие проблемы, то есть, весь он такой вот расхлябанный, но опять же, ребята, это цена металлолома. Ну, да, я не спорю, что сейчас найдутся много, кто напишет, что это и есть металлолом. Но, ребята, мы живем в Беларуси, и так уж получается, что для многих людей это не будет металлоломом. Как не прискорбно это говорить. Кто-то возьмет, если тут двигатель хоть немного живой, что называется, дооживит его, и будет ездить человек, подшаманит. Ну, и вот, ребята, сразу тоже интересный еще один экземпляр. Опять же, с поправкой, если по ходовке она живая. Это 80-ка бочка, 86-го года. Кстати, я не знаю, 86-й, потому что, насколько я знаю, модель пошла с 87-го года. Ну, не знаю. Ну, в общем, B3 кузов, 1.8 бензин, 864 рубля. То есть, чуть больше 400 долларов стартовая цена. Она на литых дисках, это из плюсов. Резина еще более-менее нормальная, по крайней мере, спереди. Да и сзади, в принципе, еще какое-то время сгодится. Ну, да, ребят, здесь, конечно, есть нюансы, это коррозия, не без этого. То есть, вот как-то так это все здесь дело выглядит. Низы дверей пошли. Ну, опять же, ребят, это Audi 80 в B3 кузове. 80-ка бочка за 400 с небольшим долларов, поэтому, ну, мне кажется, что если, ну, опять, ребят, я повторяюсь, в общем, если она с рабочим двигателем, ее можно там оживить за малые средства, то все равно ценник интересный. 400 долларов. Audi 100 сигара. Ребят, старая, 83-го года, 1,9 бензин, ну, ценник 518 рублей, 250 долларов, грубо говоря, стартовая цена через интернет-аукцион данного автомобиля. Ну, что можно сказать, из плюсов оригинальные литые диски. То есть по салону можно видеть чехлы а-ля ковры у бабушки на механической коробке передач. Ребят, даже там вроде магнитола на дисках есть. То есть, видите, за 500 с небольшим рублей такой вот экземпляр. Ну, вот еще, ребят, шестерка, шестерка «Жигуль» 516 рублей 99-го года. Еще одна шестерка 648 рублей 88-го года. давайте бегло еще отечественный автопром немножко покажу. Здесь «Семерка» 518 рублей 96-й год. Еще одна шестерка 88-го года 432 2 рубля стартовая цена. на самом деле, таких относительно недорогих редванов здесь хватает. То есть, что-то можно тут найти долларов за 200-300. И что, вполне возможно, еще можно оживить и на какое-то время поездить. Посадок крокодил 541 рубль. И вот, ребят, еще Ford Fiesta 93-го года. 1,3 бензин. Стоила она до переоценки 712 рублей. 648 рублей. Пятидверная. То есть, чуть больше 300 долларов стартовая цена через интернет-аукцион. и выглядит, кстати, она еще, ну, учитывая ее цену, выглядит совсем даже неплохо. То есть, колеса накачаны, я думаю, даже может быть она и на ходу, скорее всего. Ну, понятное дело, в коцах тут всего хватает и коррозия присутствует. Давайте уже покажу, кому-то, может быть, будет интересно. В общем, всего тут хватает и коррозии и всего, но в целом, в целом, она, как говорится, форму держит. Еще выглядит совсем даже неплохо. А если учитывать такой ценник, то, на мой взгляд, совсем неплохо. Можно видеть достаточно неплохая зимняя резина, по крайней мере, спереди. Давайте посмотрим, что тут. Задняя резина, конечно, уже похуже. Ну, понятное дело, ребята, все-таки, ну, 300 долларов, о чем можно говорить. Салон ткань, механическая коробка передач, внутри вроде как, все комплектное, все есть. Вот, эта машина, у кого маленький бюджет, мне кажется, было бы интересно, несмотря на все ее недостатки, но если она заведется и поедет, то, 100% этих денег она стоит. Опять же, ребята, тут вам за состояние никто ничего не скажет. Вот, я сразу говорю, как есть. То есть, чтобы, например, вот понравилась вам какая-то машина, особенно, если это какое-то старье, хлам. Ну, будем говорить так, как оно есть. В любом случае, вот, надо приехать, привезти топливо с собой, попробовать ее завести, оживить, посмотреть. И если она заводится и едет, то за такие деньги, ну, отличный вариант. Особенно, как первый автомобиль где-то ездит, то, что не жалко. Ну, вот и все, ребят. Подошел мой еженедельный обзор к своему завершению. Не забываем поставить под этим видео лайки. Если вы не подписаны, подписаться на канал. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Пока.